здравствуйте дорогие друзья нашего канала здравствуйте пребывайте в благоденствии доброго вам настроения света в вашим сердцам пусть все у вас будет благополучно и прежде всего огромнейшая благодарность всем вам всем кто включился сердечную помощь наташа савченко которая вчера находилась фактически уже почти за гранью нашего мира наша сердечная помощь пришла вовремя несколько попыток запустить ее сердце были неудачными и как-то вдруг неожиданно для всех кто присутствовал в это время сердце забилось наташа пришла в себя с ней начали проводить необходимые медицинские мероприятия и она довольно быстро смогла оправиться и послала всем огромный сердечный привет и благодарность передаю эту благодарность вам мы можем еще одно приятное известием удалось переслать необходимые средства нашему другу мендеру это первая часть перевода вторая будет послана завтра или послезавтра в зависимости от того как сработают и пайпал слегка подзависший от неожиданности и некоторые банковские структуры у меня нет никакого беспокойства на этот счет там все идет согласно процедуре и наверное завтра уже вся необходимая часть которая была предназначена для мендера тоже будет получена и переслана ему он получил средства он уже работает над тем чтобы решить все свои бытийные проблемы и чтобы у него была возможность помогать единственному родному человеку который остался у него в жизни спасибо вам огромное еще раз теперь по обычаю сложившемуся у нас с вами во время общения в несколько слов по самым насущным темам которые проявились во время нашего заочного общения через ваши комментарии сегодня я много этому не посвящу времени но тем не менее коротко были вопросы касающиеся сказанного мной о черномагическом воздействии на людей к сожалению такие факты имеют место никуда от этого не уйдешь это неприятная проза жизни и наш друг мендер как я уже сказал в прошлом нашем обращении он помог нескольким людям избавиться такого рода напасти от нее не защищены и люди занимающиеся как говорят окормлением паствы священники я был свидетелем такого рода неприятных явлений и мне пришлось участвовать в помощи некоторым из них это большая проблема нашего мира эта проблема нас не хорошего наследия прежних цивилизаций и того как оккультное знание может оказаться в нехороших руках возможно каком-то ближайшем будущем я посвящу этому немножко больше времени и смогу показать вам пример одного из таких деятелей если угодно сейчас он уже на том свете я думаю что с ним там проводят определенную работу но как бы там ни было даже когда случаются такие ситуации никогда не надо отчаиваться помните что всем вам было сказано стучитесь и отвориться просите и будет дано вам но стучаться и просить надо сердцем сердцем в котором нет эгоизма и нет мысли о победе тьмы сердце человека должен гореть огонь бесконечной мощи нашего создателя от которого все мы тогда все получится тогда и помощь придет если будет необходимо какая-то специальная система помощи она будет оказана главное не отчаивайтесь помните что отчаяние это прямой путь гибели теперь очень многие просят кратко рассказать что тут происходит у нас в латвии кроме известного уже локдауна я тоже постараюсь очень коротко обрисовать нашу ситуацию здесь все очень печально на уровне руководство страной те кто пришли к власти после очередных парламентских выборов они практически не знают что с этой властью делать многие из них в полной растерянности идут какие-то лихорадочные перестановки начинает показывать свое истинное лицо силовая сторона нашего правительства вплоть до того что через министерство обороны заказываются пресловутые маски которые необходимо людям носить местах встречи так сказать с реальным миром все это очень дурно пахнет и кончится все это очень большим позором для тех кто узурпировал власть в этой стране и привел эту страну в общем-то к состоянию чрезвычайно плачевному здесь все идет не так как надо я думаю в общем то это во всем мире так сейчас происходит но здесь каким-то особым привкусом чего-то очень специфического что даже не хочется называть какими-то словами руководство нашей страны не хочет брать пример даже со своих соседей с той же эстонии где есть определенные ограничения и во взаимодействии людей социальном плане и в системе торговли но там по крайней мере нет такого безумия который наблюдается здесь там нет ситуации при которой невозможно купить что-то вне продуктов питания а иногда это может оказаться чрезвычайно важным для жизни просто для выживания потому что когда дома у человека что-то ломается от этого зависит его и здоровье и здоровье близких а сегодня это уже напрямую связаны с процессом фактически выживания и существования то не понимать этого могут только люди абсолютно находящиеся в каком-то эфемерном пространстве и в полном отрыве от реальности не очень хочется чтобы это все здесь побыстрее закончилось и закончилось мирным образом чтобы те кто не способен решать вопросы государственного уровня они заняли просто те места которые им предназначены на самом деле далее поскольку сегодняшнее наше с вами общение тоже не запланированное намеревался заниматься другими делами я хочу сказать следующее сегодня был точно также не запланированный выход в прямой эфир на канале ивана боброва может быть некоторые из вас что-то уже услышали из моего выступления иван запишет это все на отдельный ролик это будет доступно с его согласия разрешения я помещаю некоторые выдержки из его прямого эфира и это будет поставлено наш канал те кто не слышали мое выступление смогут это услышать там я немножко больше рассказываю и о специфике ситуации в латвии и о том что происходит в мире что происходит соединенных штатах америки а там ситуация меняется буквально каждый час и мы еще многое увидим интересного и все это интересное про повторяю еще раз то что я говорю много раз все это интересное имеет позитивный знак так что все у нас с вами впереди и нам предстоит очень много трудиться для того чтобы наладить нормальную жизнь на планете и сейчас я сразу перехожу к стихам это тоже наша теперь уже добрая традиция и первое стихотворение посвящается душе человека кстати некоторые из вас просили посвятить какое-то время объяснению того что такое душа на самом деле что значит вообще это слово что скрыто в структуре слова душа на русском языке я постараюсь и об этом поговорить потому что это чрезвычайно важно чтобы здесь не было недопонимания или неправильного понимания это все и физично и понятно но в этом поговорим в будущем а пока стихотворение о душе о знали пвы как светится душа когда ее коснется луч предвечный как вспыхивает в ней огонь сердечный сияньем горней радости дыша такого слова во языцах нет в котором отразится это чудо и не посвящается тому что сегодня переживает все человечество и тому что в богословии названо словом эсхатология эсхатология это свод определенных сведений или с определенной информации о том что сказано в древних писаниях пророчествах о конце этого мира и своеобразные толкования этих писаний этих пророчеств стихотворение было написано еще в прошлом веке 90-х годах но уже тогда отчетливо проглядывало то что мы сегодня с вами переживаем и это секторе называется эсхатолирика предпосланному стихотворению цитата из евангелия от матфея 24 28 стих где будет труп там соберутся орлы в безумстве к финишу несется век беспощадных скоростей конвейер душ людских трясется над гекатомбами костей и над тотальным озвереньем упавшим на двуногий мир сверкая хищным оперением летят стервятники на пир а выше над землей астральной в кровавых отблесках зорниц свечи плакучей поминальной стекает воск на сон мы лиц и страх запечатлен на лицах глядящих в зеркало творца а вдруг не свет в нем отразится а морда хищного лица эсхатология в фаворе когда на бред истрачен век и стыд судья в извечном споре кто хомо тварь или человек кем воспринять себя готово сознание каждого из нас кто восприемлет божье слово когда пробьет последний час в ком зазвучит мотив предвечный назов архангела трубы кто видит вечное в конечном пространстве жизни и судьбы а в мире где мозги калечат кошмары теленовостей нас небеса друг другом лечат от бездны гибельных страстей и в сердце теплится надежда что близок излечение срок и мы оденемся в одежды усвоивших земной урок и последнее стихотворение нет предпоследнее стихотворение называется огонь это стихотворение тоже было написано в конце девяностых и ему тоже предпослана цитата из Евангелия от Луки 12 статья 49 стих огонь пришел я не звесь на землю и как желал бы чтобы он уже не возгорелся приближается час нисхождение в мир откровенья тот кто призван судить с книгой судеб спускается к нам мир их видел не раз иоанновы эти знамения нынче ж их полнота к огневым нас влечет временам среди ночи и дня в этом затхлом аду вырожденья торжествует огонь громоздя гекатомб этажи в этом царстве огня распадаются в прах наважденья исчезают как дым суетливой щиты мираж эфемерен прогресс одичавшего в сытости стада позабывшего все что с любовью оставил пастух так вершится процесс избавления от призраков ада что губили земли драгоценные тело и дух и последнее стихотворение посвящается россии на моей странице на портале стихи .ру есть много стихотворений посвященных россии и моему моему отношению к этому потрясающе великому метафизическому явлению в метаистории человечества у этого стихотворения есть два предпослания первое звучит так в соответствии с праславянским преданием берущим свое начало с времен теснейшего взаимодействия культур востока это китайско-тибетско-гималайская ветвь и ближнего приуралия час россии пробьет когда на востоке ночного небосклона взойдет так называемая синь звезда синь звезда или созвездие сердце синь символизирует императорское могущество так как в нем находится звезда антарес великий огонь главное из звезд восточного неба и согласно восточной китайско-тибетской традиции это созвездие может покровительствовать только тем кто велик духом вот этот час россии пробьет когда на востоке ночного небосклона взойдет эта синь звезда светом своим озаряющая все закоулки мира погрязшего в бездуховности и животном своей корысти всекотворение называется звезда россии когда россии при мне говорят огульно ее поливая я вижу как свечи во храмах горят к молчанию нас призывая покуда царит суесловие зуд средь тех кто до правды охоче все силы небесные нас не спасут от демонов гибельной ночи да много в россии пока еще тьмы разора и недоустройства во благо безумства лихой кутерьми звездливого псевдогеройства от этого тяжко на сердце подчас и душу на сторону сносит но верю исчезнут калифы на час и демонов родина сбросит и правду узнает планета тогда про миссию духо россии поднимется в небе полночном звезда звезда ослепительной синие спасибо вам друзья всех вам благ света вам небесного и благодати вселенской да пребудет с вами свет всевышнего до новых встреч до встречи